Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Corolla EE100 кузов Уже мы ее делали Сейчас морозы немножко придавили и побежали сальники на коробке, которые на привода выходят Правый сальник сильно побежал а левый сальник мокреет, но не сильно Поэтому менять решили сразу оба Машина 1993 года выпуска Пробег там у ней что-то уже по 300 тысяч Хотя щиток уже мененный Пробег гораздо больше Сейчас мы поднимаем автомобиль Снимаем передние колеса Откручиваем привода Откидываем их от ступицы и выдергиваем Попутно сливаем масло Номера сальников я покажу Продолжаем Поднял я автомобиль Открутил колесо Посмотрел Сейчас мы ослабим Вот эти снимем шпинты Ослабим ступичные гайки на приводах Открутим шаровые Я целиком сниму этот подрамник вместе с рычагами И потом сниму вот эту лыжу Перед этим надо будет снять оба пыльника левый и правый Чтобы они нам не мешали И уже мы здесь спокойно Потом удобно будет Добираемся до приводов Выдергиваем их Сначала один Потом второй И меняем сальники Вот как видно Здесь вам Все В масле Вот такие вот дела Отвязываем Отвязываем все крепления Здесь получается По три Крепления Это две гайки И один болт На шаровых Потом Откручиваем Вот эти Ослабляем болты На подрамнике Крепление Заднего саленблока Оно же крепление Подрамника И откручиваем Вот здесь Три гайки Это крепление К подушке Двигателя Вот этот болт Откручиваем Который уже нас Лыжу держит Откручиваем Вот здесь Болт Под заглушкой Ну и так же С этой стороны И все У нас все Очень легко Все очень удобно А потом уже Выдергиваем привода Продолжаем Все Все крепления Я отвязал Видно что Болты поснимал Гайки поснимал Она у меня сейчас Балка Это стоит Просто поджато Гидроупором Также Открутил Здесь гайку Которая у нас Подушку Глушителя Держит Вывел Шаровые Из-за цепления Обе И теперь Мы можем Смело Опускать Придерживаем И опускаем Вот такая Вся конструкция Вот как видно У нас теперь Эта лыжа Крепится Только спереди Вот здесь Получается У нее Два болта На подушке И два болта На переднем телевизоре Откручиваем их Подпираем Упором Двигатель Двигатель у нас Остается висеть На двух подушках На подушке Которая у нас На коробке Правая И на левой Которая Со стороны Ремня ГРМ Поэтому С двигателем Ничего не будет Он не отвалится Ничего Откручиваем Ничего не будет Которая Ничего не будет Него не будет все лыжу сняли видно как очень удобно сейчас подбираться что к одному что к другому приводу выбиваем привод а выбить его легко монтажкой для этого мы сейчас остатки масла сольем пробочку я ослабил пробка у нас на 27 откручиваем ее масло я не скажу что мертвое масло хозяйка сказала что масло вообще не помнит когда в коробке менялась но состояние масло хорошее сливаем масло у нас сбежало закручиваем пробочку я сказал головка на двадцать семь ошибся головка здесь на 24 а заливная пробочка у нас она же и уровневая находится спереди коробки вот это вот мы сразу ее выкрутим и уже масло будем заливать через нее выдергиваем правый привод берем монтажку вставляем вот сюда под этот вот как он ходит у нас на что стопора нет нет есть тупо выдернули привод отводим его в сторону и теперь мы можем легко добираться до сальника вставляем вот здесь под сальник монтажку и просто его выворачиваем все сальник мы сняли берем правый сальник сальники привода пришли разные вернее они не пришли мы их брали по наличию по наличию были только такие у нас один сальник правой фирмы кортека номер его 820 267 35 по размерам он идет 34 54 на 9 15 и 5 9 это ширина 15 и 5 это ширина с пыльником второй сальник левый у нас он идет по им ng 705 размер у него видите другой 34 63 9 на 15 половиной здесь размер 54 а здесь 63 9 миллиметров разница по наружному диаметру поэтому они разные они не одинаковые вот он наш сальничек берем его и устанавливаем протер посадочная у меня вот такая оправочка из набора здесь 54 на 44 это внутренне на 44 встает на сальник четко заводим сальник и через эту оправочку аккуратно его осаживаем сальник принципе на резиновом корпусе он ведь он ровненько стал сейчас немножко немножко молоточком его постучать смотрим аккуратненько чтоб его не перебить и чтоб он ровно шел все сальник у нас сел теперь берем протираем привод оттягиваем его и аккуратненько вставляем в гнездо оба и и и и и и и и вот все сальник у нас сел на место то есть привод в сальник посадили теперь хорошо бы здесь все помыть но ничего мы сейчас этого делать не будем до лета до керхера потому что сейчас здесь даже если кисточкой мы только грязь разводить прохладно масло густое не будем ерундой заниматься переходим на другую сторону также берем монтажку и таким же образом от подвигаем привод берем монтажку другую заводим под сальник и выворачиваем сальник все этот сальник мы тоже сняли берем новый протираем посадочные и устанавливаем посадочная протер берем сальник и оправочка здесь уже другая из набора 62 на 52 встает тоже четко и так же аккуратненько и и заводим теперь осаживаем ровненько молоточком камера мешает переставляю подругой а 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 сальник мы осадили стоит он ровненько привод я протер берем устанавливая я даже гайки на ступице не откручивал хватило расстояние чтобы подвигать хватило расстояние чтобы подвигать все вставили мы и левый привод на место теперь заливаем масло маслом и заливать будем и не ус заливную пробку я показал вот такое масло 7590 ж 5 гипоид номер идет ойл 1366 это если заказа через интернет магазин так оно и идет ойл 1366 берем заливаем все масло залили получилось где-то два с половиной литра масло чуть чуть больше закручиваем пробку закручиваем пробку закручиваем там ну там там все начинаем собирать ставим на место лыжу болты как и все я всегда мажу мне это очень удобно и закручивается мягко и если потом разбирать и выкручивается все хорошо так ну что пока наживил теперь берем и подвешиваем нашу балку в принципе это даже можно вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...